Песня Господи Божий наш, благослови нас на занятия. Помоги нам не только быть слушателем, но и исполнить все. Тебе же слава за все, Отец и Леонид Святой. Аминь. Аминь. Иваны и Абуты, 1 глава, 26 стиха. Остановимся, правильно? 26 по 30. В шестой же месяц послом был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарев Герия, обученному именем Иосифа. Из дома Давидова, имя же Герия, Мария, ангел родяки ей сказал, радуйся, благодатная Господь с тобою, благословен ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей Ангел, не бойся, Мария, ибо ты облила в благодатью Бога. Толкование. В месяц шестой, считая от времени зачатия Иоанна, говорит, что Ева обручена была мужу из дома Давидова, чтобы показать, что Иоанна происходила из Давидова же рода. Ибо был закон, чтобы обе половины в браке были из одного из того же рода и из одного из того же колена. Книга Числа, 36 глава. Поскольку Господь сказал Еве, в болезни будешь рождать детей, теперь эту болезнь разрешает та радость, какую приносит Деве ангел, говоря, радуйся, благодатная. Поскольку Ева была проклята, Мария теперь слышит, благословенна ты. Мария размышляла о приветствии, каково оно, негнусное ли и порочное, каково обращение мужчины к девице, или божественное, так как приветствие упомянуто и о Боге, Господь с тобою. Ангел, во-первых, успокаивает сердце ее от страха, чтобы она приняла божественный ответ в невозмутимом положении. Ибо в состоянии смущения она не могла бы должным образом выслушать имеющиеся сбыться. Потом, как бы, в изъяснении вышесказанного слова, благодатное, говорит, ты обрела благодать у Бога. Ибо быть облагодатствованным значит получить благодать у Бога, то есть угодить Богу. Но это счастье общее, ибо и другие многие получили благодать у Бога. А приносимое Марией приветствие не идет еще ко мне. Вы муштаете? Ставьте вопросы. А вопросы прямо один на другой. Сидят, молчат. Вы что? Боитесь друг другу или что? Есть такое выражение, говорит, крашен в рот кладут, крашен. То есть человек так болезненно выглядит. Духовно может точно так же. Как будто умер. Ну, задайте такой вопрос, воображение. У меня вопрос сразу возникает. Как он рос? Я не по тексту, а того, кто составил. Блаженный капилат. Нигде биографии нет. А меня это очень интересует. Одиннадцатый век. Тысячу сто лет. И такой книги не было. Божественная книга. Перепечатывать вот так вот. Это больше я никакие не перепечатывал. Остальные просто мой труд. Я брал. А меня эта книга просто искала. Я ее искал. Вот у меня жажда была. Как узнать правильное толкование? Там я обратился в Латвию. Я с первого дня узнал. Разные, разные толки. И каждый тянет к себе. Кажем охота тебя обрезать. И вот мы прибыли в Клайпеду, Литва, из Латвии. Корабль пришел на ремонт. Или что-то мы там отвозили. Сейчас не помню. Ну морем зашли, а теперь вокруг. И я пошел искать верующих. И нашел верующих. Старобрядцы. Но беспоповцы. Поморцы. Я помню. Такой могучий столик. Борода такая он. Я говорю, сейчас на шестой что ли разряд сдаю. А я прорарак. Я знаю, что это высший разряд стройки. И повышается ему зарплата за сделанную работу. Он меня привел к себе домой. Я ему тоже показался. Достойным доверием. А у него две девушки. Лет так 16-17. Вот так что в одной семье были две. Русые волосы. Косы, наверное, в руку толщиной. До пояса. А я косы до того любил. А он мне сказал. У меня книги есть. Я стал смотреть книги. Блаженный февеларк. Я как сел и забыл. Он меня не на бед может дозвать. Девчонки пройдут мимо по комнате. Я их не вижу. Мне 23 года. Я ищу это. И вдруг я нашел. Блаженный февеларк. Срода не слышал. Толкует по порядку. Каждая слова. Новый завет Матфея я начал. И я помню, дошел до 24 главы. А я подряд переписываю и сижу. Когда свобода. Я получаю увольнительную из корабля. И беру в город. И к нему и сижу. 24 глава у меня замерла. Как дальше? Я понял. Я не понимаю. Мне не дано. Мне Бог это открыл. Мне это дано. Что мне не дано. То есть я хорошо узнал. Что я этого не знал. Я не стал заносить. А я тоже берущее. Я понял. Свою нищету. Вот это нищет. Блаженный нищий дух. Мне нужно это знать. Ушли. А он конечно книгу мне не дал. Эта книга была. Редкость. Может быть она на весь город. Или на республику. Все. Я теперь до 24 главы все заучиваю. И понимаю. То что я слышу. Люди говорят. Ни в какое сравнение нельзя. Как жил этот февеларк. Я еще биографию толком не знаю. Я потом узнаю. Что он известен на весь мир. Когда был дьяконом. Это он составил когда дьяконом был. Тогда не было пишущей машинки. Он все это должен был писать. Вот этот текст. То есть он фактически переписал Новый Завет. Потому что каждое слово толковать его надо списать. Потом толкование. Потом выйти к народу. В Константинопольской церкви он был. Он решил дать народу свет. Я когда это потом прочитал. У меня душа разгорелась. Быть похожим на него. Я не просто считал. Я впитывал. И вокруг меня люди ничего не знают. Я делаю. После этого ходы как и увольняюсь. Еду в Волгоград. С девушкой познакомился. Меня познакомили. Она в пятидесятнице. Ничего не получилось. Еду в Новосибирск. И там снова блаженок ввела. У старого грядца. Уже было кредитское иерархи. Дальше я конспектирую сюда откровения. А откровения нигде нету. И вдруг меня приглашает домой его дедушка. Вот этого Володя Владимирович Александрович. Отец. Я впервые увидел, что есть толкование, откровение. Андрея Кесарико-Подокинского. Ну. И теперь все сюда пошел. Я стал говорить с молодежью, не всем. А теперь. Как он воспитывался. Вот у вас вы приходите на занятия. Приходит отец. Приходит мать. Детей нет. На занятиях-то их не было. Сегодня он на службе был. Отстоял. И ушел. Но для образования души. Тем более на непонятном языке. Он там больше, чем здесь, не получит. И поэтому соглашенными издетей он выходит. Он вполне доволен такой участью. Ну вышел, доволен, что постоял, придут. Здесь-то его нет сегодня. Почему его нет? Второй, который был, тоже нет. И тут приводили кто? Вот Ирина. Вот Андрей. Вот сидели. Вот он приедет. Кто-то пасет, кто-то что-то. Ну. Ну раз, два, три. А то никого нет. Нет? Вот которые ваши дети. Их не было здесь. Мы вот которые... Мы их не садили за стол лагерное. Но они многие. Они играли. Приходили играть нельзя. И они садиваться некуда. Они за столом сидят. Я их не заставлял. А нынче, которые... Они с родителями, родители. И они здесь. Иной спит. А иной что-то пишет. Почему еврей сказал один? Дайте нам детей. До четырехлетнего возраста. А потом делайте, что хотите с ними. Он такой и останется. Я его научил за четыре года, первое. А потом вам из него это не вытрихнуть. Вот он когда рисует, вот простое дело. А родители поинтересованы, что он рисует? Что он рисует? Он все рисует. И технику, и природу, и деревню. А ты подойди ему и скажи, друг, у тебя вот это вот оно... Это что вот это вот? Это деболит? Да. Труба такая, да? Труба с крыши. Выше видно, да? А почему у тебя труба кривая? Эта труба упадет. Ты ему это и покажи. Заинтересуй. Подведи к трубе. Вот как евреи занимаются. Как занимались феофилакты. Мне это непонятно. Но факт тот, что вот это заложено было у него. Я знаю. Мне Бог открыл. А как открыл? Через Яну Златоустов говорил. Я считал толкование Златоустов. И он решил Василию Великую, Григорию Богослову, Ифрена Сирина, Августина. И решил это объединить вместе и дать народу. Они все толковали эти стихи. И он взял самое сильное, самое лучшее, но большее предпочтение Отдал Яну Златоустову. Когда я биографию узнал, я снова захотел подражать им. Кто бы это ни сказал, я сверяюсь с Писанем и беру. Меня упрекают в этом. Ты берешь, а он не православный. Сказал правильно. Он сказал хорошо. Поэтому я говорю. Вот воображение первое качество лидера. Вот мы прочитали это. Теперь. Как воспитывалась эта дева? Почему она не соценивалась? Один такой вопрос. А как это? Что за приветствие? Ну у нас как принято? Мир дома селу. У староверов как? Здорово живите. Ну и жмут сидят всю жизнь. И все. Здорово живите. Как их приветствовать? Она поняла, что не так. А что такое за приветствие? Вот у нас было. Без пополоса. Здорово живите. Вообще-то нормально. Вот теперь второй вопрос. А как же ее воспитывали? Не надо придумать вене. Ничего этого не было. Это пишет Антоний Блюг, митрополит. Никакого святых и святых ее никто бы не допустил. Ее бы убили сразу. Зачем? Там окон не было. Завеса была. Сплошная темнота. Что бы она делала куклу Меграду в четырехлетнем возрасте? Ну просто... А это прямо в храмах проповедуют, что Благородица Балава Святая Святых, девочкой. Что бы она там делала? Скажи, зачем? Когда сплошная тьма. А один раз в году только зажигалась муже свящих. Один раз в году первый священник. Ни один епископ не мог туда зайти. Его сразу побили бы камнями. В этот же день. Вот наплетут, наплетут. И потом думают, что ее святее сделать. Ей не надо. Зачем придумывать? Она нарушала закон. Она святая. Она не зашла бы никогда. Ее охимия научили бы. Дочке только нигде не прикасайся. По логу к этому близко не подходи. А не то, что она зашла туда. Ну маленько то. Стряхнись головой. Вот еще тогда так уж. Это трудно это. Теперь вот мы это прочитали. Далее вам соединять две мести. Ну тут уже текст пошел. Нужно знать автора. Если ты хочешь узнать смс-описанного, ответить на вопрос, кто сказал, когда сказал, кому сказал, с какой целью. Четыре вопроса на каждый стих писания. Кто это сказал? Сказал Пеопилак, взяв у других святых отцов. О, высокое доверие. То есть это товар высочайшей марки. Понятно, что так не сказать. Так у меня вот эти три тома выписывали. Баптисты с Америки отовсюду посылал. Беседы показывают, где они стоят у него на первом месте. Показывают в библиотеку Путина, и стоят эти книги, три книги у него. Почему? Глуши этого нету. Нету. И они не обижаются. Там есть представительство президента Парнаулия. Я зашел и сказал, как, послать можно? У меня диск, библия начитанная. То, другое. Они мне дали там адрес, и говорят, пошлите. А потом пишут. Он часто делает перелеты, и имеет время посчитать, а послушать нет. А включил наушники, да и слушай. Я ему послал диски. И послал этот подарок. И его видели по интернету, показывали. У него стоят три тома. У него есть время посчитать. А считать нет, там не написано. То есть, какой оборот, можно сказать. Вот мы дошли, да, тут определенно она молилась. Она была внимательная. И говорила в словах, которые из Божественного Писания. То есть, она занималась Священным Писанием. Знала обрядовые стороны. Знала национальные обычаи. Вот это дело. Насколько ей было рисует Богородица с ребенком. Видели? Когда она родила, он у ее младенец лежал у груди. Ей было не полных 15 лет. Не 25, не 30 лет. Она рисует какую-то столуку, как с базара цигарку взяли. Вы маленько-то думайте. Вот у вас в Новосибирске, молодец, была икона, надпись, это, и картина такая, как. Идешь, она глаза как поворачивает. Помнишь? Объемная. Она в России. Вот это. То есть, 5000. Заметь. У нас. У нас. Если человека куда-то готовят, то власти ставят определенные условия. А условия эти не всегда сходятся. В первую очередь, чтобы было не ниже метр 75. Я с ним уверен. Почему? Это нация англо-саксонская, а они высокие ростом. И он ниже всех. Вот сейчас, когда показывают президента, Путин самый маленький. Ты его не выбирали по таким качествам. А вы, Иреев, выбирали. И она была послушная. Ну, твой сын сейчас. Познакомился. А она не верующая. Ты ему говоришь, сынок, жизни никакой не будет. Кого ты берешь? Ты бери из своего согласия. Что тогда было православное. Послушание было. Будет он слушать или нет? Я разговариваю с одним священником. А у него несколько садовей. Может, ты знаешь Васю Толстенко. Он женился на цыганке. Ну, что тебе объяснять? Цыганка. Чему она научена? У нее три специальности. А рожать, ворожить и воровать. Больше ничего нет. И кого она будет рожать? Цыганек. В мире два полюса. Цыгане. Ниже их никого нет. И Юлия. Все остальные, 2794 нации, между этими находятся. И мы в том числе. По развитию и по всему. Цыган, если не обманет, дня не проживет. Мне говорят, а у нас всегда обратилась цыганская семья, и он верующий такой. Я говорю, чем же он занимается? Он верующий. Чем занимаются? Они не могут сказать толком, чем занимаются. Ну, что-то на базаре. О, это я верю. А у вас баптист. Я говорю, а какой уровень занимаюсь? На барабане играю. Тоже поверю. Барабанщик. А то она неподвижная. У него все сошлось где-то. А она говорит, хорошо готовит. Больше ничего не могли сказать. Если познакомиться с Репинами, то скажут, что у нас мальчик рисует. Вы знаете, все заборы изрисовал. Ну, да подправьте школу. Да не на что. И вы знаете, я и Климыч Репин. Какой будет художник. Иван, царь Иван убивает сына своего. Это все его картины. Сурлину. Старообрядцы Никоненко зазирают. Но его картину, когда Книжи Морозова везут, один из них публикует. Так не коньянин нарисовал-то. Не надо говорить. Правильно он завозил. Какая она мужественная женщина. Какой взгляд у нее. Какое нищие. А как он нарисовал нищие? Смотришь на глаза и не поймешь. Он взял глаза вороны и нарисовал. Когда историю-то узнаешь, ты думаешь, боже, сколько талантов у людей. Открой мне этот талант. Она знала обучение. И вот смотри. Еврейский народ разбит на 12 колен. 12 ищет. Ну, они же ездят, ведь ей торгуют и везде. И встретилась с девушком. Познакомился. Колено из Сахарова. Родителями сынов. Без другого колена брать нельзя. И он обязан послушаться. Они послушаются старикам за мир. И бублики ноги свяжут. Больше никуда не будешь. Пока не дашь слова, что ты забудешь эту Настю. Больше к ней не поедешь. Ты понял? Все. Ну, так это не все. Там еще по племенам в каждом колене. И свое колено. Взял. Теперь из племени. То есть у них ограниченное было. Им просто так. Какая понравилась. По формам, по виду, по танцовщице. Или как. Вот как было. И она это знала. И ни одного закона она не нарушила. Ее подготавливал Господь. Этот избранный сосуд. Пять тысяч пятьсот восемь лет. А девушки-то были разные. И красивые. И высокие. И статные. Вот она прислала и уходила Ера. Полцарства готова была. Ты фильм видела, как она танцует? Видела, да? Когда она как перед ним там и падала. И еще так она не... А ты подобрали же такую. И он в глаза смотрит. С ума сошел. Ян-то он ему сказал. Говорит. Ты молись, Ера. Что второй раз не стал танцевать. Вторую половину царства бросишь и ищи поешь домой. Вот это мы взяли отсюда. Увидели ее благословенный образ. Это подражали всем девушкам. Без разрешения родителей ни шагу. А тут это не написано. Но оно вытекает отсюда. Она была послушна. Как она одевается? Посмотри, она все время хиджаб. И на ней хиджаб. Обыкновенный мусульманский хиджаб. Ну, как он наш, одет. И другой иконы. Нету, чтобы она была без волос. Это уж так придумали. Она соблюдала все это. Теперь считай дальше. И вот зачнешь в очвелье, родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол, дарит отца его. И будет царствовать над домом ляркого вовеки. И царство ему не будет конца. Полкование. И вот зачнешь. Этого преимущества не удостоилась еще никакая другая дева. Сказал в очреве. Этим показывает, что Господь существенно воплотился из самых бложественных девок. Так, бложественных. Что такое ложественных девок? Откуда монахи взяли, что она родилась из Баку? Лебра разбилась. Она родилась. Им кажется постыльным, греховным, все нормально. Она родила. Какое отверстие Бог дал? Из ложественных. Еще больше нету. Никакого другого толкования нету. То есть, как в роддоме рожает каждая женщина, так и она родила. Но после этого, если бы ее опять кинекологи проверили, она девсерстна. Присно деву принял. Эти врата открылись. Он вышел и опять закрылся. Вот это чудо и чудес. Все девы в очреве приемли. А как она могла? Ложественная, а раскрывает женщине муж. Не ребенок. Муж. Для того, чтобы оплодотворить ее. А здесь бессименно зачем? Да и мы даже верим. Евреи смеются, там другие поносят. Мы верим в это. И это чудо Божие. И вообще их примет ради цины, дарикут им имя Эммануил. А она же кирилл Иисус. Вот дальше. Пришедший для спасения нашего рода справедливо назван Иисусом. Ибо имя сие в переводе на греческий язык означает спасение от Бога. Иисус по толкованию значит спаситель. Потому что и спасение называется Иао. На каком языке? Слыша о престоле Давида, не подумай о царстве чувственном, но разумеем божественном, которым он воцарился над всеми народами божественной проповедью. Дом Иоакова суть уверовавшие как из евреев, так точно из других народов. Ибо таковы, собственно, суть Иоакова и Израиля. Как же говорится, что он воссел на престоле Давидова? Слушай, Давид был меньшим между братьями своими, и Господь был в презрении и поношении, как любящий есть и пить вино, и сын плотников, и в бесчестии даже у своих братьев, сыновей Иосифовых. Ибо и братья его, сказано, не веровали в него, Евангелие от Иоанна. Давид, несмотря на благотворительность, был гоним. И на господотворящего чудеса перелетали и бросали камни. Принял духовное царствование, которому не будет конца. Ибо царствование Христову, царствование Христову, то есть богопознанию и христианству, не будет конца. Ибо мы и в гонении сияем благодатью Христовой. Но она как это запомнила? Записала, могла сказать ангелу, подожди, я запишу, чтобы не забыть. Почему она забыла это все? Она забыла? Откуда это известно? Да, оттуда, что, когда сказали, он вышел из себя, то есть тронулся умом, делая, что попало. И она пришла взять его вместе. Взять, может, психиатрическую больницу, поместительку, да. То есть это отошло. То есть повтора не было. Иосифов она не сказала. Почему никто не напомнил? Понятно, что претенденты были на царство Давида. В это время римское владычество было. Римляне господствовали. О каком царстве? Его и не было, там римляне были. За Ирой, выставник, он даже Ирой был. И еврея, и еврей. И еврей. Давыдова царства вообще не было. Тут вопрос на вопросе. Поверила она или не поверила? Судя по всему, поверила. То есть, ну, ни вопросов ничего она не задает. Но понимала ли она правильно, вот этого мы не знаем. Но потом видно, что доверие у них этим словам пошатнулось. Это определенно так и будет сказано. Почему? Вся царство говорило, никакой это не сайт. И вот опросу, это царь людей. Молва шла об этом. Потому что чудеса, накормил хлебами. На сегодня вот человек каждый день кормил 120 миллионов. Хлеб ниоткуда. Сказали, ну, зачем нам другой президент? Пожалуй, никакой демиляции. Никакого изменения курса улубля нету. Каждый день, каждому дал бы там, как горшочек варить с кашкой. Кашка варится. Перестань. Сказки-то какие. Ничего этого не было. А что он принес в это время? Ничего и не было. Не было. Дело дальнейшее показало, что это расчарабролное обзачарование. Даже апостолы за Христом ходили. А они его слушали. А они видели чудеса. Творили сами чудеса. И не верили. И когда Христос воскрес, то упрекал их, не верили. И они ему говорили, что Христос подошел, они его не узнали. И стали говорить. Это был один из пророков. Сильный в слове. А они его за Бога, за Сына Божия не признавали. Это впереди уроки были. И поэтому в этом уроке, этот урок для нас, чтобы мы поверили, что это было сказано. В ней никаких изменений. Нигде не видно, что она возвеличилась там. Или ее там почитали. Ни одного слова нет. Ни одного. Сегодня говорят, что пишут все апокрифы. Апокрифы, это подложены материалы. И церковь очень многое не приняла. Это что, девчонки? Чего? Трудно. Ну ладно. Кто мир за Бога? А вот тебе вопрос. Когда Богородица пришла в Христовете, да? И там, когда ей дико Святым, где она прорекла, возвеличивая душа на Господа ей и так далее. Как вот это? Она же значит уже знала. Как написано, когда не сказал. Когда сошел Дух Святой, и Дух Святой сказал. И когда Дух Святой сказал, он сам этого человека не понимает. Нет, сам он не понимает. Ты говоришь, что, а как они поверили? Почему не поверили? А вот свидетельство уже есть. Поверили, наверное, кончилось. Это безпрадечество. События дальнейшие показали, что ничего не исполняется. Ну и все. Сказано было, поверили. А оказалось все не так. То есть они не видели в этом? Ни одного события в жизни Христа не было, которые показали бы, что он такой. Стали писать апоплики. Вот, например, Евангелие от Матфея, Марка, Лути, Иоанна. Сколько? Четыре. А их было двадцать Евангелий. Евангелие от Памы. Евангелие от Иуда. Евангелие от Евреев. Евангелие от Василийства. Их каких только не было. Стали придумывать. Маленькие были когда Иуда со Христом, там соседи были, ребятишки-то, играли. И они вот так вот рисовали. А потом, давай, сгиблили голубей. А у Иисуса получались высшие голуби-то. А Иуда злой был такой. Он соскать, вот еще оптаться, и топтать. А Иисусу жалко было. Хорошо сделал-то он эти, ну как на сорок святых-то птичек-то делал-то. Он тогда вот так подбрасывал их. И они гнины летели, садились на ставни, от Иуда спасались. На это говорят, это неправда по той причине, что в Калии Галилейской 30-летний Иисус положил начало чудес. Все, все остальные чудеса спихнуло. Положил начало чудеса, их не могло быть, я зато вот это обман. Это люди, ну, может быть, из благочестивой фантазии придумывались. И церковь не могла это принять. Она, там, книги иноха разные, все это, церковь, все это отвергнут, как апокрифы. И мы должны быть очень внимательны. Толкование, которое здесь вот заложили. Этого нам поза глаза хватит. Запомни. По этому толкованию, у меня выходило в университете занятия виски каждую неделю два занятия по два часа. Каждую неделю, опять, мы начинали в октябре, в мае заканчивали. Пять-пятилетняя программа. Конспектировали, все писали и потом по новой. И еще, хочу заметить, как тут говорит, предыдущий разговор, значит, что Богородица сама еще не верила в бунт, да, когда еще дева была. Она не верила, что Архангель ей возвещать и все, все-таки у нее сомнений будет уже, да. А потом, все-таки он, когда настоял, ну, как сказать, все сказал, она говорит, тогда да будет, по-моему, по слову твою, да. Да будет мне по слову твоему, твоему с маленькой буквы. Речь шла о словах ангела. Она поверила, что это ангел. Но все-таки поверила, что это. И она уже все, уже, тогда, как говорили, настраивала, можно сказать, по-человечески. То есть вера уже потом была. А сначала она сомнения высказывала. А как же я вот, я же, мужа не знаю, и так далее. То, что сегодня в Богородице что-то приписано, ни одного слова в Библии нет. А я вам потом четко и ясно говорил, чего в Библии нет, о том, даже не рассуждаем, оставиться за грани. А сегодня каких-то названий нет, чего только нет. Мы должны быть очень осторожны. Потому что подменять Христа никем не позволено. Он говорит, я и нет иного. И слава Боя никому не дам. И тут порог Исаия говорит очень четко. 34-35 стих. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святый найдет на тебя и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое, и святое, и речется Сыну Божьим. Толкование. Дева сказала, как будет это, не потому, что она как бы не поверила, но потому, что она, как мудрая и разумная, желала узнать образ настоящего события. Ибо ничего подобного не было прежде всего, и ни после всего не будет. Поэтому и ангел прощает ей, не осуждает как Захарию, но еще объясняет образ события. Захария справедливо осуждается. Он имел много примеров, так как многие неплодные рождали, а Дева не имела ни одного примера. Дух Святый, говорит, найдет на тебя, устрояя утробу твою плодоносную и созидая его для единосущного слова. И сила Всевышнего, Сын Божий, ибо Христос, и сила Божия, первое коринфянам, осенит тебя, то есть покроет тебя, окружит тебя со всех сторон. Ибо как птица осеняет совершенно своих птенцов, накрывая своими крыльями, так сила Божия объявла Деву совершенно. Сией значит осенить. Посему и рождаемое святое, то есть растущее в укропе твоей, постепенно, а не вдруг явившееся в совершенном виде. Смотри, как указал и на Святую Троицу, поименовав Духа Святого, силу Сына Всевышнего Отца. Блажаму Федералакту, не так трудно было вот это все написать. И в будущем этого не будет. Если мы все это понимаем, что до этого не было, то понятно. А после этого, может быть, еще как-то будет? Нет, только один раз. Мы знакомы с одной женщиной, Валентина Ушакова. Она возле церкви собирала пятидесят на хлеб. Если ей дали полку хлеба, она сразу поднимается и уходит. Если дали деньги, а ей там на день надо два рубля. А сын не работает, там картинки рисует. И действует любит. Она деньги лишние, а ей дали десять. Она заходит в церковь, положила туда остальные деньги, поднимается и уходит. То есть тип нищего, такой, что я больше никогда не видал. И вот она говорит. Мне Бог открыл, она из пятидесятников, что Дух Святой зайдет на меня, и я зачну и рожу сына. Я грешным делом стал думать. Она в церкви так бывает? В церкви-то. Да и уходит в темноте. Да мало ли чего. Идет одна. Проходит время, она считает, говорит, мне уже пятый месяц беременности. А у нее есть сестра, и говорит, Валя, ну этого не может быть. Ну не веришь ты, значит, в твой грех. И она уговорила ее пойти к гинекологу. Гинеколог проверил, ничего у нее нет. А она не поверила в это. Проходит девять месяцев, она начинает рожать, а ничего нет. А она всем уговорила, что она родит, и она его назовет Иисус. Ей откровение было. Ей явился ангел. Какой ангел? Демон явился. Поэтому вот эти видения, я моему отцу кто-то открыл, что-то не торопитесь. Демоническая сила очень умно подделывает. И тогда, а у меня ведь месяц и не являлся этот дух. Ангел, в кавычках. Ну ангел, с маленькой ухом. А тут явился сразу. Тот позор, который ты сейчас понесешь, тебе не выдержит. Ты его надень петлю на себя. Задавись. Теперь уже стало все ясно. Хочешь, я тебе чудо сотворю. Он творит тебе чудо. Мудро приходит, она говорит, вот такая история. Мы уговариваем Валю. Ты умею или нет? Я судил, наложить на себя руки, да разве это можно быть? Мы с Надеждой Васильевной ходили. Она говорит, соль для чего дается? Соль. Ну, чтобы мясо посолить, чтобы черви не водились. Так, правильно. Теперь откройте мою соломку. У нее соломка большая, за крышей. Это мы открыли. А в соли черви. В самой соли черви. Живые черви шевелятся, все. Черви в соли не могут завестись. За мировую историю пока этого не было. Даже посоленное, даже мясо, и то предохраняется за рыбу, от гниения, от червей. А это как? Я по сегодняшний день не знаю как, но я видел своими глазами. Куда она делась, ее больше не видно нигде. Но она жила как не в Барнауле, это на окраине. Вот такая история. И после этого не будет. Вот она бы сняла это затолкование. И после этого Дева ни одна не родит. Ни одна. Сегодня как-то это могут сделать, путем, там, экстракорпорального оплодотворения, там, что-то. Ну, могут, это, схимичься. Но тогда этого не было. Ну, сейчас как-как, искусственно. Ты же видела, старуха, где там это сделала, она родила пятерых. Пятерых? Ей 73, что ли, года. И она сидит, и малыши на руках. Оплодотворение произошло. От мужа взяли. Я читал это. Она сына отдает в армию, а идет война с арабами, и он консервирует семя. Делают так, берут. И там хранят при определенной температуре, мороз. Его убили. А она не дождалась от рука. И она с этой банкой летит в Советский Союз. Найти женщину за деньги, за большие, которая согласилась была плодотвориться с семенем ее сына, чтобы она родила, и она все получила, получила внука. Церковь православная рассматривает это и запрещает. Ну, что дети, рожденные от искусственного зачатия, а ты их никуда не денешь, ну, возьми у Киркорова там, у него-то выходила-то другая, из которой мы живем. И таких не две, не три, речь идет о тысяче детей. Церковь запретила это. Есть айси, нет детей, а я хочу в воле Божьей, Бог недоволен, поэтому, конечно, все. Церковь сегодняшняя православная не пошла на это. Ну, а если он все-таки был, родился, крестить его или не крестить, второй вопрос сразу возник. Понимаете? Эти вопросы церковь на уровне патриархата решает. Ну, и опубликовать, и опубликовать. Тогда не было этого, и поэтому толковали. Сейчас спрашивают, ну, почему не было-то это корпоральное оплодотворение? Почему они не написали? Можно или нет? Допустим, ты умираешь и говоришь, тело мое хребировать, не хоронить, а сжечь. 3700 градусов, пепел, а там пепел животными, копой дадут, неизвестно чей. Церковь православная запретила. Ты прах и не в печь возвратишься, а в прах, чтобы тебя похоронили по гробу, в землю. Есть страна Индонезия, там нет ни одного кладбища. Ни одного. Вот умер кто-то, его сразу, ну, там, в простейность родственники, его поднимают на крышу, крыша плоская, и рядом зажигают солому. Солома дает дым. А птицы, кондоры, огромные птицы такие, паточники, как коршень, они вот такие вот, ростово, они летят целыми стаями, и они вот всего обгладывают, съедают, а кости сжигают. Их кладбища нету. Но это люди не христиане. Мы должны это знать. Если ты хочешь быть христианином, православным, ты ее соблюдай. Я вижу, священники отпевают Валерию Новотворскую, такая, ее знали, шедрая свинья. И она при всех сидела в тюрьме. При Хрущеве посадили ее. Сидела при Горбачеве, при Андропове. Она выходила с плакатами. Горбачев, фашист, уйди от власти. Ты разваливаешься мы. И лозунги все правили. И опять арестовали, опять посадили. А тут вышла, она решила против Путина. Я сколько раз говорю, Путин в этом вопросе ведет себя, не видно, что плохо. Но кто его трогал, ни одного нету. Просто нету. И сметает. И она пошла на это. И заболела, что-то у нее нога, там пупырек какой-то, в больницу, и тут же угорла. Ее в печке сжигает, показывает гроб. И смещенники, зная это, отпевают ее, у гроба стоят, там, у гелегии ходят, говорят слово. Я видел ее. Как отпевать, когда она это лава, ее не запевать, она пошла вопреки учения церковного. Кремирование запрещено. Да, покойник, ну какая разница? А вот разница есть, тебе не надо рассуждать. Церковь восстановила. И на этом все. Будь послушен, отчаянно церкви. Вот мы из этого все это берем, сколько научений, о расширенном учении. Далее. Вопрос. Давай. Если царствованию Христову не будет конца, в чем смысл тысячелетнего царствования Христа через превышественное перед превышественное антихриство? Мне вопрос непонятен. Если царствия не будет личного довещенности, у него подготовка идет к этому. Тысячелетнее царство на земле сейчас это время евангельской проповеди. Вот так вопросы поставить. Если Христос придет, царство не будет конца. А как оно не будет? А кто царствует те, которые веруют? Вот тысячелетнее царство и подготавливают ему для царства вещества. И его не будет конца. И смысл поймите. Время евангельской проповеди для того, чтобы люди обратились, познали Христа. А они обратились, стали церковными давно. Это означает царство Христа. Покой в обителях небесных. Где нет ни скорби, ни печали, ни раздыхания, но жизнь бесконечная. Тысячелетнее царство началось на Голгопе и закончилось за три с половиной года до пришествия Христа. До пришествия Христа второго и страшного. Вопрос. Почему ты не надеваешь аппарат ни на службу, ни на занятия, а так ко мне? Аппарат. В первую счастье, я знаю, что это вредно. Слух ослабевает, аппарат вообще не слышал. Я это в Германии. Старушки собрались и говорят, мы стали аппарат надевать, все стали хуже слушать. Как снимет, потому что это притупляет, увеличивает, а потом и так понятно. Второе, батарейки у меня там сели. на полчаса не хватает батарейки, они давно мне выданы. Потом у меня рядом толмачи сидят, еще непонятно, я спрошу. Я говорю, что это такое? Степа сейчас был там, шумит какой-то аппарат, что там делается с зерном. Когда у вас зерно ведет, а там моторит. А зачем это все? Сушит. Зерно сушит. А? Сушит зерно. А, правильно. Глядя Игорь, а, котисан, тебе расскажет. Туда руки не сует, не лезет. Вот ответ. Я аппарат не хотел, меня наставили, поедете дорогу, выйти. Я еду в Тинляндию, там договорились с московской патриархией, делали запрос обо мне, и они сказали дать ему слово. И они подготавливаются выступить перед народом. Там вопросы-ответы мне нужен был. Меня срочно к Сурдолу повели, он слепок ухо взял, мне сдали. Очень хороший аппарат. Очень хороший. Вот так я маленький рассказ расскажу. Анин пришел, деньги накопил, нашел самого лучшего Сурдола, ему все слепили, ему 80 уже лет с лишним, а слышит плоховато. Ну тот ему лучший аппарат поставил, рассказал как его там прощищать. Ну говорит, если что-то не так, то ко мне придешь. Он его включил, все слышит, как молодое. Проходит месяца 4, и он пришел к нему и говорит, тут что-то шум какой-то сад, он посмотрел, ну и как отлично, я так рад. Но родственники это рады, а я и не сказал. А почему? Я за эти месяцы 4 раза завещание переделал. Ты понял, Нет. Он все слышит, что про него говорят. Да когда глухой пестель сдохнет, чтобы заморехать, он пошел завещание переделал. А другие приехали, говорят, он опять тоже, он опять переделал завещание. А никто не надо четыре раза переделал. А старых-то люди-то как говорят, зашли руку поразили, крикат не помрех. Они-то про него говорят, как говорили. Наша мама говорила, как хорошо, что тихо, не слышит. Колотушки каждый день получала. Она у печки возится, а тихо придет, что-то там команду додаст. И она видимо бурщит. хотя я не слышал этого. Но мать была очень внимательна к самой семье. Он зайдет, чугунистая, ну, горячие чугуны, до самой спирихи выставила, ребенок ходит рядом обожжется. Десять детей ни один не обжегся, ни глаза не вытолкнет. Благодаря отцу, отец был строй, говорит, если кто-то ехал, а наш кто-то зашел, сын или дочь, и долго копается, а там лошади ждут, он может колотушку дать. Хрена, тебя там ждут на улице мороз, ты копаешься, да иди ты быстрее, чтобы нигде тебя не ждали. Мне говорили, сынок, ты, когда работать вызывай, ты печку делай, так делай, чтобы тебя еще раз пригласили. А мне пригласят в одно место, если я сделаю, что ты будет идти в комнату. Меня еще раз пригласят исправить, выходяши, одни, опять я вам договорю. Вот мне такое, но занятия эти не должно быть. Всего? Вот. Смешно. Все бывает. А, послушай, что такое говорит? Что говорит? Он говорит, когда вы собираетесь, вот, славен бога, у вас много будет отсловия. Он не сказал, я тебе найду и я тебе дам. Это читала я, что я при богом тебе говорила. Да, я считала, но этого нет в евангелии. Так, а что в евангелии сказано христианину неудобно, 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 если улыбаться, лицом же смеяться. Это в евангелии? Нету Нету этого в евангелии. Мы не смеяться, а и вправляться. Правильно. Вот, смотри, послушай внимательно. Был такой строгий учитель, я тебя высушил, а ты меня забиваешь. он был очень строгий. И вот один монах услышал в пустыне, а он, учитель у них, вышел на берегу, сидят, он им разговаривает, говорит, все, и потом сказал вот такое, и они засмеялись, а он голову опустил, он сразу заметил, и говорит, ты, наверное, соблазнился, что в евангелии написано, что христианину не должно улыбаться, он говорит, это, во-первых, не написано, а во-вторых, скажи, ты кем работал? Я охотником был. О, замечательно. Он говорит, дайте лук сюда, там лук, стрелу натягивает. Он и куда бы сразу ногу засунул туда, ну-ка гнил, он знает, как гнуть, он видишь, настоящий охотник. Ну, гни, но гнуть легко, но стрелу натягивать, это тупо, да ты не натянешь, это надо быть очень сильным, тогда стрела летит, через 200 метров может убить быка. Он натянул, он говорит, еще тяни, он потянул, еще, он говорит, больше нельзя, борьется, лук лопнет. Вот так и человек. Мы говорим о страшных вещах, как спасаться, и временами требуется человек, как говорится, расслабиться, и мы никого не осуществили. Интересный момент. Так что, я ничего не сделал от того, что запрещено. Не запрещено, наоборот, житие святые говорит, строгость уменьшит, иначе ты просто погубишь его, и поэтому правильнее, свойственно, коротко улыбнуться. Вот об этом Писание говорит определенно. А что нельзя улыбаться, этого нет нигде. Ну, вам тебе сказано, крестьянину неудобно, неприлично улыбаться. Да нет этого, бабушка, ну нет, ты придумываешь сам, Иван говорит, Терафимов, если написали новое, тогда ты делал другое. Нет этого? Чего ты на себя опускаешь этот срок? Не надо, я бы... Светлой? Смехотворство там, послание поступало там, смехотворство там, или другое, что-то... Ну, это большое дело. Это смехащество еврейское, которое они высмеивают все, что есть. Вот в этом плане, да? Это смехащество называется. Нет, Нет, папа, нет этого. Ну, что нельзя улыбнуться, ну нет этого. Ну, покажи мне. Я еще буду спорить, когда... Я к вам тебе найду, я тебе придумаю. Не найду, что ли? Тебе потребуется еще 92 года искать, и не найдешь. Нет этого. Будьте осторожны, одни-то рукавы. Сейчас, одни-то рукавы идут. Ну и что же? Что вы сделали не так? Смехотворец. А? Смехотворец. Мы сказали о том, что делается у людей, а оно достойно о смеянии. Это очень интересно. Ну, я не от себя это говорю. От себя говоришь, как раз от себя, сто процентов от себя. Ты только не убегай, когда говорят. Я не убегаю. Ну, мы сейчас говорим, этого нету. Ты споришь, есть. А если ты не докажешь, ты должна быть вот так кстати сказать, простите, я ошиблась. А если по-большому сказать, я солговарю. А если еще по-большому сказать, а лживый в Царство Небесное не войдет, вот тогда ты испугаешься. Ничто лживое не войдет этим заканчивается книга Библия. Никто преданный мерзость и лжи. 21-27 откровения. Лучше всего мать. Ну, все равно буду стоять на стол. Ну, ты не найдешь, что дальше будешь делать? Не охватить мужества, переломить себя и сказать, да, я ошиблась. Ну, мало ли еще. А батюши тоже стали тебе выламить. Вот так это было. Ну, батюшка скажет, этого нет. Ты с ним согласишься? Нет, с тобой нельзя это выразить. Нет. Ты всегда переводишься. Баба, я выходил в городке, выступая перед профессорами, учеными, и я им сказал, Библия отвечает на все вопросы. Что не так, то это упрощение. Ладно, все, продолжай. Библия отвечает на все вопросы. Надо читать вот это. Это надо к жизни применять, не просто считать. А если к жизни не применяют, мы посчитали много. Иоанн Заталус считает деяния апостолов заголовок. И шесть проповедей говорят, а ему бы ты читай дальше. Подождите, я объясню сначала. И он берет примеры из тысячелетней давности. И все на сегодняшний день. Читать это одно, другое применить к себе. А иначе что толку читать? Голова как зимой шаговый, а сердце как песчинка. О, Господи, помилуй-ка на, только не надо научиться Богу признавать свои ошибки. В Библии этого нет. Это чьи? Ну хорошо, ты кому-то здесь доверяешь хоть одному? Скажите, в Библии написано, что запрещено улыбаться? Да мне это дело. Ну все на одного говорят. Ну ты кому-то доверяешь хоть одному-то. Смотри, какие люди сидят вокруг тебя. Вот, Омсерфимов, вы может быть путаете, что есть смехотворство, как бы на смехе. а вот это не есть просто логрузы или там ну действительно Господь сам говорит радуйтесь. Радуйся, чего? А Господь говорит радуйтесь. Чему радуйся? Если радуйся, ты не можешь вносить в кофейниках повезешь, ходишь как этот. Хотя неправильно, но Господь создал, посмотрите, какую красивую природу. Мы должны радоваться, благодарить Бога за все. Полевые цветы, солнце, звезды, радуйтесь. А как рад и радость не будешь, когда будешь такой? Господь говорит, будьте как дети. А я опять я не смеюсь, и греха никакого не сочетания. Я не обижаюсь. Еще раз сказал, как со стариками обращаются и как он их всех обнаружил. Конечно, для нас это интересно. Еще тут никого мы не осудили. Так, сколько времени? 54. 54. Все, 5 минут еще. читает. 36 стих. Вот и Висабета, родственница твоя, называемая неплодная, и она зачала сына старости своих, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, все раба Господни, да будет мне по слову Твоему. Моему с какой губой? Моему. по ангелу. Не по Слову Божьему, не по Библии, применять туда нельзя. Хотя мы можем сказать эти слова хорошие, отнести ко Христу. Там будет, Господи, мне по Слову Твоему, которое у меня передо мной. А тут конкретно к тем словам, которые Он сказал. А вот если бы она не поверила, вот такой вопрос. Не поверила, то ли это ангел Божий, то ли привидение, отрукава. Ну, может, еще потом будет было выведение. И Англотаус говорит, и Господь за это не осудит. Даже ангел пришел, явился, а я не поверил, что он не был. Кто я такой, чтобы не ангел являлся? Человек не верил, а ему явилась Божья Матерь, мне рассказывает недавно, и верующие, и ему явилась, и дальше еще сказала, и все так и пошло. Зачем ты веришь-то? Да Дух-то тебе какое угодно видение сделает. Чем ты доверяешься? Златоуст говорит, мне видения не нужны, чудеса не нужны, я верю Слову Божию. Яну Златоусту не нужна, а тебе нужны. Вера не от чудеса, а от слышания. Вера от слышания. Вот то, что Бог тебе дал, считаясь. А если ты закрыл двери и сказал, Господи, я знаю тебя, пришел к нам, ну там, пишут там, серопива, и он ему говорит, я ангел, пост, тебе то сказать, а я, говорит, в этом не нуждаюсь. Ему говорит, отойди от меня. И тот захотел, пошел, не поверил, и слишком будет. Дальше, святой Павла, он никогда не улыбался, один такой святой, прямо биография написана, а бесы говорят, а мы его рассмешим. И взяли пушинку, нашли одну, привязали за него как-то веревку, и там он тащил, ой, ой, не может, помогите. А он сидел и улыбнулся, о, там, браташ. Он говорит, нет, не ваш, я посмотрел, какие же вы бессильны, одну пушинку тащить не можете. Все, то есть, надо знать, что ответить. И бесы были пострадавлены, провалились, никого нет. Расскажу сегодня ночью, около трех часов, вот так, плечом. Я раз проснулась, я думаю, Володя подошел в меня, что-то это, я так села, нет, Володя, я думаю, это Ангел меня, я встала скорее, помолилась, легла, уснула. Под утро не заметила время, руки болят, и я вот так, видать, это, и сплю, и слышу, капелька воды сюда, чик, я проснулась, я думаю, то ли во сне, то ли правды, надо узнать. Я так, опять села, раз, мокрая вода, думаю, да это что ж такое, это все у меня. Над головой висит цветок, не цветок, а такое растение, и у него последний листочек, вот такой вот, я за листочек-то раз, а там водичка, видать, испарение, и она сюда. Вот первый раз, вот так, это ангел, а это, думаю, это уже не надо приписывать. Ну, присягьте, вот сегодня, вот такое два раза. Вот тебе и чудо, чудес. Чудо, да? Убери, пока не капель, прорез, дошел, тебя не стукли, покрою, если где-то было. Прямо? Так. Дочитываю. И отошел, от нее, а, толкование. Быть можете, но и не наумевая, как Елисавета была с родницей Деи, когда Дева была из колена Иудина, а Елисавет из дочерей Ааронова, ибо закон требовал, чтобы браки были из одного и того же колена, а потому и родство находилось между происходившими из одного и того же колена. На этом можно сказать и то, что со временем плена, роды смешались, а лучше, следующее, Аарон имел жену Елисавету, дочь Аминогава, а сей был из колена Иудина. Видишь ли, что Богоматерь была с родницей Елизаветы с самого начала, от Аарона, поскольку жена Аарона происходила из колена Иудина, из которого была не Богоматерь, а Елисавета была из чели Ааронова, следовательно, Елисавета с родницей Богоматери, ибо праматерь ее, жена Ааронова, была из колена Иудина. Смотри на преемство родства, жена Ааронова, Елизавета, и жена Захария Елизавета, как от нее происходящее. Сера, да Господни, да будет мне по слову своему. Гавриил, значит, человек Божий, Мария, госпожа, а Назовет освящение. Поэтому, когда Бог имелся делаться человеком, прилично посылается Гавриил, который означает человек Божий. Да и приветствие совершается в святом месте, то есть в Назовете, ибо где Бог, там нет ничего нечистого. нечистого. Что за суета? Записал? Без ноги писать. Спрашивает, что такое суета, сует? Говори, необходимо делать, и делай, где суета? И те вопросы часто задают. Вот одна пришла оповедник и говорит, я работаю, как пчелка. Ну, где у меня суета? Откуда? Ну, вот откуда я знаю? Надо у тебя побыть. Да ты, брат, приди, побудь у меня и посмотри, как отделить суету. Ну, он пришел, она приняла его, брат, проходи, садись, он сел, там пишет, там готовится, что он, а сам наблюдает, что она делает. А она такая, как матушка наша. Она как трактор работает, а как храм, так сразу спать. Он ее уже знал. Вот она подметает, убирает, воды принесла, и все это делает быстро, поставила, а он сидит, занимается. Она, когда полку полезла, подолок засыпила, ведро на пол. Понятно, тут она на него посмотрела, а он виду не дает, он сидит, там пишет, ей литр. Она быстро там берет, бегает, все делает, где суета, вечером ей вынесут. Сестра, я по времени смотрел, у тебя тоже есть суета. У меня тоже есть. Ненужная. Когда мы суетимся, беговая, ты остановись, что-то не ладится, а почему? Так можно, знаешь, куда зайти, когда не рассуждает человек? Я делал, делал, а оказалось, ничего этого делать не надо, но уже где-то сделал, тебе готова руку-то протянуть. В жизни-то, как у нас бывает. И поэтому, ну, однажды, хронометраж времени-то, посмотри, сколько у нас идет времени. Я могу обратиться к своей биографии. У меня на работе, на стройке работают, почти все время, 280-300 процентов. Ну, я, конечно, один человек, за троих работать не может все время, а это каждый месяц. Как так? Они присылают женщину, молодая, из бухгалтерии, она с бумагой, со стульчиком, пришла и села, и на меня смотрит, и записывает по времени. Где у меня время-то? А мы полы стилаем. Полы в домах, пятиэтажных. А они работают по двоям, двое, а я один. Значит, у меня, даже держать, где как. А я приспособил доски, зажимаю, зажимать три доски, а я 13 досок зажимаю. И она все записывает. Так я пошел, ну, куда вы пошли? Ну, мне нужно там зайти, какой-то инструмент. А подмышкой еще несете? Я говорю, Толь, а зачем? Да я посмотрел, что через едию любой работы, в том месте, я заранее, Толь туда несу, я там спрячу. А рабочий, когда придет, кто-то нужна, он побежит за ней, вот это суета. Он вперед-то не смотрел. Мы строим до завода большие подстанки, площадки. Туда шерсы, называется, отверстия, куда крюки будут запущены, потом заметанируют, и за них накрутят станки. А когда вытаскивают, а мы уже, дерево-то разбухло, дерево, на таких станках, ну, подолговато, опалубка, шарсы называют. Это пустотелые, из досок сбитые. И туда ставить надо. А вытаскивают, когда они расшатывают, трещины, они как не годятся. я подошел и говорю, сколько выходит на это? Он говорит, 16 часов у них на все. Я говорю, дайте мне одну работу. Я сделаю, вы мне ее запишите для меня. Я посмотрел, определил, как, надо то ли обернуть, то она выскочит, которое, отверстие-то оставляет в методе, в массиве, а теперь я только уберу. А которая застряла, я обхожу, и все эти площадки, где станки-то, вагой подвожу, маленько потрясу, поколочу, подниму, щечень. Проходит еще полчаса, я опять. и она все, а не на конус, она все, дальше тоже лучше. Мастер пришел, и я все сделал. Это вы один сделали. Ой, сколько здесь. Я говорю, запиши мне эти часы. Он когда записывает, там, 350 процентов. Это невозможно. Возможно? Я говорю, ты мне запиши, распредели по 100 процентов на дне, а я поеду в деревню. Рабочие узнали, и сразу пригодили. Вы куда-то годитесь-то. Вы его на неделю отпустили, а ему пишется, что он работает. Он говорит, хорошо. Я ему отдельно наряд запрою. Вот и закрывайте. Он закрыл. В бригаде 105 процентов, у меня 150. Я и нет. Говорит, давайте его в бригаду. Все. Вот это суета, когда ты не знаешь, что делать. Вот матюшка убрала все, мне одна рассказывает, она там была где-то, все подобрала. Пошла щеснок. Щеснок, ну можно по что-то, нет, она впадала. Нападали, щеснок, а щеснок. С чем-то она принесла его в избу. Тряснула тоже на половики. Теперь половики хлопать надо, а кое-что мыть надо. Только сейчас пол помыла, через 20 минут опять тот же самый. Зачем это сделать? На улице-то. А тряснула бы его, привела в порядок. Ну и в комнате вообще еще щесноку делать. Вы знаете, что, вот идея, вот этот дом-то, принадлежала нам, миром, заняла курисами, там, щесноком, все в комнате были заняты. Все. Там, где она щеснок, тоже. Здесь, тоже. Который, где у Миши, она это занимала, она все это распределила. Что суета. А делается ты делаешь? Бросает все это, сеет все эти. Это суета? Нет, это надо. Убирает урожай. Это суеты никакой нет. А вот мне кажется, суета, мне так кажется, я не настаиваю, когда волки варят отдельно, а потом второй раз съедят и собирают. Но тут обстановка такая, не успевает созревать, оно в волках быстрее зреет, а не уволят поэтому. Но дважды одну и ту же работают. Я по сегодняшний день смотрю и думаю, это только может делать человек, у которого техники много, и сил много. Но сделаем правильность. А иначе никак. Иначе никак. У нас такое. Ну, семей. Но это сильно подходит по цвету. Видишь, как? И таких дел ты сам распредели. Пошел, пасти. По одному и тому же лопу шоркают. Все лето смотрю. Каждый день. Вот как, где рыбу ловят тогда, по лопу. Дальше выгнали, напоили, да, вон. То, что ты ходишь, молока-то нет. Валюта-то ваше в молоке, в мясе. Ну, воню там, где. Я вот вижу, лики-то куда угоняют. Вам настоящий посол дат. Он перегоняет туда, дальше перешли коровы, где у нас там шлюз, а они там, трава зеленая, где влево еще запусти? Да, по лову там. Только не запускай на даму. Корова должна прийти, едва приносить вымя. Да мы с батюшкой вдвоем посли, он говорит, не знаю, как они сегодня доедут и корова дойдет мне до дому. Там молока, знаешь, вдвоем. А они шары выдвинули, лишь выбежали. А один говорит, он букву ЙО не взлюбили, Е не пишет нигде. Суета-сует. А сует и суют ЙО поставить. Разница есть? Суета совсем. Иностранцам очень трудно определить, где ЙО ставили. ЙО не ставили. А где ЙО ставили-то? ЙОж или Еж? А он и Володя, священник. Он букву ЙО не любит, и что-то и денег употребляли. Я говорю, а как ЙОж? ЙОж. Мы были там, у Павла хрен в Богороде. А баптисты у него, у Павла где жил, они не называли хрен. Это не хорошее слово, ругать это хруто. Ну ты открою. Ну вот она знает, хрен, ему название такое. Хреновый огород, все заросло, мы не можем туда пробиться. Просто с плочником. Это так разнесли его. Каждый год пахали, и каждый год расширяли ему плотацию. Я стал искать, как от него избавиться. Оказано, нужно срезать, и особое лекарство, каждый отросток, туда давать укол. Это я, Лосачес, говорил, как с балахами возить. Я пошел покупать, а покупатель, продавал все, говорю, вот это, поймаешь, балахи, вот это все поднимают. Я мало пробегу. Все. У меня один раз в Богороде рос кустик хренов, и я купала всего это, ну, вылезти. Вот поверите мне, я быкапывала яму где-то сантиметров 70. Я чуть ли не просеивала эту землю, и проходил год, и он зараза опять вылазил, и опять рос. Он на три метра в глубину уходит. Вот. Его не вылезли. Ну, невозможно вылезти. Его можно говорить так, это поле застелить рубероидом на несколько колен, и он задохнется. Вот это может быть. Нет, а я читала, мужик в вернале писал, постоянно вылез, срубье вылез, срубье, и у него ослабевает поле. Ослабевает, но он все равно будет. Вот лопух, если его срубишь, там, сантиметра 3-4 в землю, все, он уже, все, он уже не возродится. А хрен, так сказать? Матюшка говорит, это поле надо пахать дважды, в разных направлениях. И что? Чтобы еще шею его разместить? И потом... И только длину еще вылезти. Ну, вот здесь вот едет, Женя дал его, вот сегодня хотел приехать, ферма же приехать. И вот так вот. Вот это еще поле-то такое. Вот такими волнами, как стерывание носка. Я говорю, Очень просто. Мы из косяк вот так вот сейчас посылаем, я на одно другим. Потом еще вот так, вот и говорю, я в течение одного года выровнял бы это поле. Специалист. Любое дело. Без инструмента ты уж не убьешь. Все. Чтобы лишней суеты не было. Потом посмотрели и узнали, как воспитывали детей, какая была преследева материя, как она знала святого чья народа, ничего не нарушала, и как Бог ее избрал. Вот то, что мы сегодня узнали. Аплодисменты. 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 и приготовь Церковь к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.